Привет, друзья! Каждый человек, взявшийся за изучение английского языка, сталкивается с таким явлением, как артикли. Они бывают определенными, неопределенными, а частенько еще и непредсказуемыми. И в некоторых ситуациях куда-то исчезают. Давайте сегодня рассмотрим случаи, когда артикль в английском языке, по идее, должен присутствовать, однако он опускается. Возьмем слово town, город. Это простое исчисляемое существительное, перед которым ставится артикль. Например, я родился в маленьком городе. Как обычно, перед словом town стоит неопределенный артикль. Следующий пример. Город, в котором он живет, очень маленький, нужен определенный артикль. Однако слово town очень часто употребляется вообще без артикля. Это происходит в ситуациях, когда нам важен не столько конкретный город, сколько факт нахождения или отсутствия кого-то или чего-то в этом городе. Мы говорим по-русски. Он в городе. Под этим мы подразумеваем, что в данный момент он не в отъезде. Скажем по-английски. Артикль не нужен. Еще один пример. Он сейчас не в городе. Подразумевается, что он сейчас не находится в этом конкретном городе. Может быть, он в каком-нибудь другом городе, но не в этом, о котором идет речь. Не в городе равно в отъезде. Скажем по-английски. Что примечательно, в таких случаях нам не важно, город маленький или большой. Мы все равно употребляем слово town, даже если речь идет о Нью-Йорке. Делаем вывод. Если нас интересует город не как конкретный объект, а как местоположение кого-то или чего-то, мы не употребляем артикль. Они подают лучший кофе в городе. Он приезжает в город на этих выходных. Она уехала из города на пару недель. Меня завтра не будет в городе. Моя сестра была не в городе, когда пришло письмо. Также выражение in town может означать деловую часть города. Например, Я был в городе по делам. Town это не единственное слово, с которым артикль говорит нам goodbye. Есть еще целый ряд слов, среди них bed, school, college, university, home, prison, church. Давайте рассмотрим эти случаи. Если мы говорим о кровати, как о предмете мебели, используем артикль. Например, Мне нужна новая кровать. Он сел на кровати. Но когда нам важно, спит ли человек или бодрствует, и кровать превращается в постель, причем она может представлять собой диван или хоть скамейку в парке, артикль опускается. Например, Почему ты встал или почему ты не в постели так рано? Она пошла спать рано в тот вечер. Ты должен быть в постели. Если мы говорим о конкретном здании учебного заведения, используем артикль. Прямо перед моим домом находится школа. Это лучшая школа в нашем городе. Его родители сейчас находятся в школе, то есть в здании школы. Но когда речь идет об учебе, в учебном заведении, артикль не употребляется. И говорим так. Моя сестра ходит в школу. Она в школе прямо сейчас. Он оставил учебу в колледже и начал работать. Я всегда хотел учиться в университете. Слово «home» может употребляться с артиклем. Например, Но чаще всего оно употребляется без артикля. Или Можно и так и так. Ты дома? Почему бы тебе сегодня не пойти домой пораньше? Я работаю из дома. Пожалуйста, останься дома сегодня. Слово «work» в основном употребляется без артикля. Я хожу на работу каждый день. Он на работе. Слова «prison» и «church» могут употребляться с артиклем и без, также в зависимости от того, интересует ли нас конкретное здание или нахождение в этом учреждении. Неподалеку была старая церковь. Собака зашла в церковь. Но Доктор находится в здании тюрьмы, чтобы вылечить пациента. Но Он сидит в тюрьме за взятки. Что касается слова «hospital», в британском и американском английском есть различия. В британском английском, когда нам важно не конкретное здание больницы, а нахождение в ней в качестве пациента, артикль не нужен. «His sister is in hospital» – «его сестра в больнице». В американском английском артикль употребляется. «His sister is in the hospital». Делаем вывод. Если речь идет о конкретном здании, куда кто-то заходит или выходит оттуда, не будучи постоянным посетителем этого учреждения, тогда употребляем артикль «the dog walked into the church». Если же кто-то ходит в школу, университет, сидит в тюрьме, лежит в больнице, посещает церковь, то артикль не нужен. «he goes to church». Если этот урок был для вас полезен, оставляйте свои комментарии и ставьте лайки. Спасибо вам за обратную связь. Смотрите ссылки на ресурсы, где можно бесплатно и интересно учиться, в описании. С вами был Кирилл. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok